Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня мы говорим о принтшопах. Если вы являетесь художником-иллюстратором и сотрудничаете с принтшопами, возможно, эта тема вас заинтересует. Поэтому не забудьте подписаться на канал Полли. И если мое видео вам понравится, не забудьте поставить лайк. Сейчас вы узнаете, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных принтшопа в прошлом месяце. Может быть, среди посетителей были и вы. Сегодня мы поговорим с вами о таких трех принтшопах, как Типаблик, Рэдбаббл и Зазум. На Типаблик в октябре была посещаемость 1 миллион 400 тысяч, на первом месте США 76%, Индия 5%, Великобритания 4%, Канада 3%, Австралия 2%. Это американский принтшоп. У меня там, кстати, периодически что-то продается. Каждый месяц есть продажи. Но гружу я туда не очень часто, но продаются какие-то товары с моими иллюстрациями. Периодически приходят деньги. Так что Типаблик мне, можно сказать, нравится. По ключевым словам мы видим, футболки ищут самые разные. Вот фани это прикольные, типа веселые. Так что приходят на Типаблик за футболками. Я, кстати, читала аналитику когда-то, еще год или два назад, что футболки вообще в мире это такой товар, который массово используется. Ну, понятное дело, нами всеми. И там что-то, расчет, что люди за год используют то ли миллиард футболок, ну, в общем, какое-то огромное количество. Поэтому бизнес, я думаю, на Типаблик с футболками процветает. На Redbubble был трафик 13 миллионов в октябре. США 53%, Индия 8%, Великобритания 6%, Германия 6%, Франция 3%. Здесь мы тоже с вами видим, что в основном посетители из Америки. Ну, по-моему, Redbubble это тоже американский принт-шоп. Но здесь тоже на втором месте активно так уже устроилась Индия. И я, кстати, тоже вижу много аккаунтов именно людей, которые живут в Индии, продавцов. Когда я загружаю свои иллюстрации. Вот, ну, видите, Украины нет в топе стран, а индусов, как обычно, очень много. В топе ключевых слов мы видим с вами, что на Redbubble заходят уже целенаправленно и в том числе покупают наклейки. Да, у меня, кстати, наклейки на Redbubble покупают. У меня там вяло идут продажи, хуже, чем на Типаблик, но наклеечки там как-то продаются. На ЗАЗЛ была посещаемость 3 миллиона 100 тысяч. В октябре США 86%, Индия 5%, Филиппины 2%, Канада 1%, Южная Африка 1%. Я сейчас могу сказать, что я на ЗАЗЛ не гружу уже целый год, потому что убрали удобный инструмент быстрой загрузки. Разбираться, какие у них там сейчас другие инструменты, если честно, мне не хочется. Ну, там что-то как-то, что-то продается у меня, но очень вяло, и, честно, мне как-то ЗАЗЛ не зашел. Мы знаем, что это американский принт-шоп и подавляющее большинство, 86% там посетителей из Америки. И мы с вами видим, что заходят за почтовыми открытками посткарт. Это почтовая открытка, тоже футболки. И, наверное, еще какие-то коды, скорее всего, наверное, бланки каких-то кодов для бизнеса. Ну, я могу так предположить, может быть, я ошибаюсь. Ну, там много разных на ЗАЗЛ бланков тоже я видела в продаже, то есть шаблоны продают люди. Ну, вот зачем-то таким заходят. Я пока не планирую на ЗАЗЛ ничего грузить. Может быть, там когда-то пару каких-то дизайнов загружу, но пока у меня нет ни желания как-то этим заниматься, ни времени нет. И если они не вернут быструю загрузку, то я, наверное, с ними сотрудничать не буду. Пишите, пожалуйста, в комментариях, являетесь ли вы художником-иллюстратором и сотрудничаете ли с этими принт-шопами, насколько успешно. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!